Это будет либо еврейское государство, либо бледная пластмассовая копия Тайм-Сквера или Беверли-Хиллз. У нас будет еврейское государство. В противном случае мы породим нацию еврейскоговорящих язычников с полностью нееврейской культурой. Здесь, в Израиле, попробуйте включить военное радио. Если вам повезет, вы услышите еврейскую песню. Если нет, вы почувствуете себя как дома. Трагедия в том, что наша молодежь в Израиле не знает, что такое быть евреем. Они израильтяне, но не евреи. А если вы не еврей, и если вы не чувствуете, что в еврействе есть что-то особенное, вы не останетесь надолго в стране, которая не предлагает вам ничего, кроме двух- или трехлетней армейской службы, и затем до 35-летнего возраста, каждый год еще по 35 или 45 дней службы в резерве, а также большие налоги и угроза войны. Вам незачем здесь оставаться, если вы не чувствуете ничего особенного в том, что вы еврей, что вы живете в еврейском государстве. И если вы не чувствуете ничего этого, и ваш двоюродный брат в Лос-Анджелесе пишет вам, «Дурак, что ты там забыл? Приезжай в Америку, я достану тебе зеленую карту», то вы уезжаете.